Всем доброго дня! Вы на моём канале Наталья Осецкая, канал о вязании и обо всём, что связано с вязанием. Сегодня у нас понедельник, и мы начинаем играть в игру трио 3х3. В июньской игре нас принимают участие 8 человек. Ссылочки на всех девочек будут под видео. Мы будем выкладывать свои видео как на ютубе, так и на дзене. Вы сможете смотреть на любой платформе, на лотой, которая будет удобно и комфортно посмотреть, написать отзыв, поставить пальчик вверх. И что это за такая игра? Игра на самом деле просто замечательная. Мы берём три процесса и вяжем в течение трёх часов. Каждый процесс вяжем в течение трёх часов. Итого мы вяжем 9 часов. Но эти 9 часов мы набираем с понедельника по пятницу. Кто-то вяжет, допустим, меньше дней, потому что больше свободного времени, которое он может уделить на вязание. Кто-то вяжет чуть-чуть больше, но стараемся не больше, потому что надо в пятницу либо в субботу выложить уже готовое видео о продвижении наших процессов. Я беру с собой четыре процесса. Почему четыре процесса? Сейчас объясню. Я участвовала в мае месяце в насущной дюжине у Анны Полозняк. У меня осталось четыре процесса, которые мне надо довязать, которые мне очень хочется довязать. И я буду, приложу все свои усилия, чтобы, ну, если не довязать, то обязательно их хорошенечко продвинуть. Итак, вот это у меня первый процесс. Видите, здесь сразу два цвета. Это значит здесь два изделия. Почему так? Сейчас объясню. Первое изделие, первые носочки. Мы будем говорить сейчас только о носочках. Я вижу вот из такой пряжи, такого красивого цвета. Это Ализе Cotton Baby Soft. Здесь 50% хлопок, 50% акрил. Цвет 547. А 270 метров в 100 граммах. Я связала себе один носочек-следочек вот такой. Он связан на размер 36. Это, ну, у меня, в принципе, не очень большая нога. 36 размер. Он очень смотрится приятно. На ноге сидит хорошо. Вот с таким узорчиком. И мне надо связать второй носочек. Вот пряжа, честно говоря, я еще не взвешивала. Я не знаю, потому что я это довязала сегодня утром. Сколько у меня пойдет? У меня было здесь что-то в районе 50 граммов. Я думаю, что мне хватит. Это будет первый. И если я свяжу раньше, чем через 3 часа, я буду продолжать вязать вот эти носочки. Это носочки из пряжи подмосковная. 50% шерсть, 50% акрил. И 250 метров в 100 граммах. Вяжу я их спицами троечкой. Вот мне надо вязать уже, продолжать вязать ступню. Будут носочки на 38-39 размер. Вот. Значит, эти два процесса пойдут один за другим. Я забыла сказать, что вот эти носочки у меня связаны спицами 3,5. Так, это у меня первые 3 часа. Но я не знаю, они будут первые 3 часа. Или вторые 3 часа. Но, во всяком случае, 3 часа. Еще 3 часа. Следующие. Это вот такие носочки. Я их называю настроением. Как-то мне было не очень комфортно. Было не очень хорошее настроение. Была расстроена. Вот так получилось, что, в общем-то, я редко... Очень редко у меня бывает такое. Но вот так случилось. И я вот из этой пряжи вязала носочки техники Helix. Вот такие вот. Но только я делала и... И, вернее, не но, а и. И делала... Вот видите, у меня здесь сиреневая резиночка. Пяточка синяя. А мысочек, я не знаю, какой я сделаю. Может быть, зеленый. Может быть, красный. Эта пряжа называется носочная. От пехорки. 200 метров в 100 граммах. 50% шерсть, 50% акрил. Вот этот цвет Шторм, это светлая джинса, это красный меланж, а это светлая сирень. Вот. Второй носочек. Но вязать я буду, наверное, на размер 38. Я думаю, что я эти носочки свяжу в подарок к Новому году. Вообще, я думаю, что... Ну, вот одну пару точно будет в подарок к Новому году. Вторую пару буду вязать. Не знаю, куда и как она будет связана. Но она будет тоже так же связана. Это будет либо в подарок к Новому году, либо для общества инвалидов по слуху и зрению. Вот так называется. Города Донково. Когда они объявят о... Сейчас. Когда они объявят о том, что начинается носочный бум и наши теплые дела, вот эти носочки будут лежать в коробочке, чтобы потом их отправить для общества инвалидов. Ну, вот одна... А эту пару я пока планирую связать в подарок на Новый год. Но сейчас будем говорить только об этой паре. Больше ни о каких носках. Вот. Я буду продолжать их вязать, чтобы вывязать на 38 размер. Если я вывяжу этот носок, значит, я начну второй носок вязать. Но он будет совсем не такой, не фиолетовый, не синий. А я поменяю что-то здесь. Не знаю, какая будет резинка. Вот какую нитку возьму, такая она и будет. Значит, это вторые три часа. Я уберу в сторонку сюда. И третьи три часа еще. Вот у меня лежат такой проектной сумочки. У нас был бумеранг, и я получила бумеранг, в общем-то, последняя, вернее. Ну, я потом его отправила Ане. Он должен вернуться к Ане, вот должен вернуться прям днями. А я думаю, что когда выйдет итоговое видео, Аня уже получит бумеранг. И она мне написала, пожалуйста, бери побольше, бери все, на что твой лег глаз, и возьми, пожалуйста, проектную сумку. Там было две сумки. Я взяла одну сумку, хотя у меня, в общем-то, проектных сумок уже достаточно много. Но, тем не менее, я еще Ане велела взять, я взяла. Вот. И положила сюда носочную пряжу. У меня здесь три цвета. Вот такой, вот такая пряжа есть, это Alize Superwash Comfort Socks. Вот такой цвет есть. Так, сейчас я вытащу отсюда все, а то у меня зацепилось. Затем у меня есть вот такой цвет, и у меня есть вот такой цвет. Вот. Они, видите, близкий цвет здесь коричневый, а здесь черный. А так они, в принципе, одинаковые. У меня здесь лежат все эти три цвета пряжи. Пряжа для носочков, для носочков Family Look. Сейчас я вяжу носочки для папы, они вот из этого черного цвета. Для мамы будут вязаться коричневым цветом, для ребенка каким, не знаю. Провязала я вот столько. Вот, я вяжу пяточку, а я забыла ставить маркеры. А, у меня везде маркеры стоят, кроме вот этих носочков. Я сейчас возьму маркирочки, поставлю сюда маркеры. Вот, я принесла маркеры. Сюда поставлю маркирочек. Вот так. Это на пяточку, буду вязать пяточку. А сюда поставлю на поголенок. И я думаю, в принципе, наверное, что уже длину можно... Я не хочу очень высокие делать. Мне кажется, вот эта длина, высота, она будет достаточная. Ну, да, собственно, я же уже пятку вяжу, поэтому все уже больше поголенок я вязать не буду. Они не будут больше особо высокие. И мне еще, знаете, что надо будет сделать? Мне надо будет вот на той пряже подобрать такой же точно вот этот вот узор, чтобы лежала именно так же пряжа, ниточка, чтобы связать для мамы точно такие же носки, только другого цвета будут. Нет, другого цвета, вот вместо этого черного будет коричневый. Вот, ну, о тех носках мы будем говорить позже, пока у меня вот эти носочки. Это тоже будет подарок к новогоднему празднику для семьи. Если я успею связать одни, то я, наверное, свяжу еще одни носочки для таких же фэмили лук. Но не знаю, пока я не планирую вязать еще одну пару, мне надо эту связать, а там будет видно. Ну, все. Я все рассказала. Мои четыре процесса, которые я буду вязать, которые я буду продвигать. С чего я начну, я не знаю. Я буду ставить... Сейчас заряжу другой телефон, включу таймер, и, наверное, я после того, как закончатся первые три часа, я покажу телефон со временем, я покажу, что я провязала, а потом буду вязать вторые три часа. Итак, мы с вами... Следующее подключение будет через первые три часа. Доброе воскресное утро. Мое второе включение. Ну, так получилось, что я вообще в игре. Мы должны заканчивать игру в пятницу, либо в субботу, подводить итоги. А сегодня у нас уже воскресенье. Я только подвожу итоги, потому что вчера приехали поздно, очень долго ехали, очень долго ехали, пробки. Ну, в общем, настроение, честно говоря, на нуле. Нет, не было вчера никакого желания вообще что-либо делать, даже не было желания шевелиться. Я приехала вчера домой, закуталась в плед, легла на диван и уснула. Я вот не могу даже припомнить, когда это было, чтобы я спала на диване. Вот устала, и даже не столько устала, сколько настроения вообще никакого нет, никакого желания, ничего, ни к чему никакого желания. Но, тем не менее, снять итоговые видео, итоговые видео игры надо, поэтому я сегодня встала рано, и вот снимаю видео, рассказываю о том, что мне удалось провязать за 9 часов. Ну, во-первых, я связала второй следочек, очень мне нравятся следочки эти, носочки-следочки. Я думаю, что я такие еще повяжу, потому что будет у нас, по-моему, в октябре-ноябре носочный бум и наши теплые дела. И я хочу такие следы, носочки, повязать для общества инвалидов, по слуху и зрению города Донково. Повяжу и пошлю, отправлю тогда Ане в посылки, чтобы она передала в это общество. Единственное, что, наверное, я хочу сделать резиночку немножко повыше. Вот здесь у меня резинка 3 сантиметра, а я, наверное, сделаю сантиметров 5, чтобы сам носочек был немножечко повыше. Вот, вязала эти носочки я для себя на 36 размер. Они вот такие вот. Смотрите, какой рисуночек симпатичный. Совершенно простой, но очень миленький. Они очень приятно смотрятся. И такие милые носочки. А я забыла сказать, сколько они весят. Я их взвесила. Правда, я еще их не стирала, я их только взвесила. Сейчас, секунду. Вот я их взвесила, записала. Это весит они 43 грамма. И у меня остался вот такой малюсенький клубочек. Ну, куда-то я его тоже применю. И еще я за эти 3 часа первые повязала немножко носочки, но провязала вот такой кусочек. Вот я поставила маркер, когда начала, а этот я поставила маркер, когда закончила. Вот здесь мне удалось. Я обычно всегда с собой на дачу беру еще что-то повязать. И у меня было немножко времени, а вот я вот такой кусочек провязала. Но этот мой кусочек вообще считать не будем. Вот так. Вот это я провязала за эти 3 часа. Значит, я связала следочек, носочек-следочек, и провязала вот такой кусочек для подарка. Для новогоднего подарка. Это у меня был первые 3 часа. Вторые 3 часа я вязала носки из серии Family Look. Вот у меня маркер стоит с одной стороны, и маркер стоит с другой стороны. Я провязала полностью пяточку, вот такую ровную, да, а потом ее закруглила. Она называется круглая, французская. Вот такая пяточка у меня получилась. Вот. Все получилось одинаково, ровненько, хорошо очень ложится пряжа. Я разделила вот этот коричневый цвет на две части. Одну часть. Вот единственное, что, наверное, надо было чуть-чуть меньше здесь, оставить чуть-чуть больше, сюда взять. Но это будет в следующий раз я учту, и в следующий раз, когда я буду вязать, я немножко свяжу по-другому. Ну, в общем, у меня достаточно неплохо получилось, я считаю. Мне это нравится. Но здесь, когда постирается, здесь все вытянется, ляжет ровненько. Вот такой носочек у меня вяжется. Я, когда довяжу этот носочек, начну вязать маме, и я хочу сказать, что вообще мне достаточно интересно стало вязать именно, когда я подобрала ниточки, эти цвета, да. И обычно я вяжу, вот как идет нитка, так и идет нитка, и я ничего не подбираю. А здесь я стала подбирать, и мне достаточно интересно вот это вот вязание, то, что получается, мне очень нравится. И более того, наверное, я уже перегибаю палку, потому что я решила для вторых носков, для мамы, точно так же подобрать, чтобы точно так же легли секции. Если у меня получится, я думаю, что у меня должно получиться. Сначала идет одна полоса, потом вот такая вот вторая полоса, то есть, чтобы именно так легли секции. Но посмотрим, как у меня получится во вторых носочках. Вот такой у меня небольшой, но, в общем-то, я довольна этим продвижением. Это вторые три часа я провязала вот такой кусочек носочка. Честно говоря, я была в таком восторге от спиц, просто эйфория была первый день. А сейчас я что-то не пойму, у меня какое-то смешанное чувство. Нет, спицы замечательные, все, но вяжется быстро, вяжется хорошо. Ну, как-то вот не очень. Мне нравятся спицы кубические как-то вот так вот. Ну, не очень нравятся. Но, тем не менее, я ими довольна. Не знаю, буду ли я покупать еще спицы такие. Почему говорю, я не знаю, буду ли я покупать. Ну, во-первых, у меня очень много спиц. Я уже говорила, у меня три больших набора. Плюс так разрозненные спицы. Я еще повяжу этими спицами. Еще... Может, у меня будет третье начало, какое-то другое впечатление. Ну, вот, пока думаю, пока думаю. Итак, это второй старт, а третий старт у меня. Я вязала носочки настроения. Один носочек, вот я его довязала до конца. Маркер можно здесь убрать. Он уже не нужен мне. Так, маркер я убираю. И вот я связала вот такой носочек. Носочек достаточно большой. Это носочек я вязала на 38-39. Смотрите, здесь 27 сантиметров. Даже... Нет, вот так. 26,5-27. Это как раз на 39 размер. И начала вязать второй носочек. Вот резиночку провязала. Мне надо вот еще повязать несколько рядочков. И буду продолжать дальше вязать носок. Я не записывала, сколько я вязала рядов до пяточки, потому что здесь вот эти полоски начинаются, допустим, смотрите, зеленый, синий, красный, фиолетовый. Зеленый, синий, красный, фиолетовый. Это получается от зеленого до зеленого один рапорт. И я считаю так вот. Раз, два, три, четыре, пять рапортов. И я буду вязать так пять рапортов. Начну точно так же вот с этого же места. И начну вязать точно так же эти количество этих рапортов. И дальше буду продолжать тоже считать количество рапортов. И поэтому носочки получатся одинаковые. Так, здесь у меня пяточка укрепленная и мысочек закругленный. Здесь я вязала три ряда, убавляла через ряд, а потом я стала убавлять каждый ряд. И шесть. Да, шесть на одной было спицы петель, шесть на другой, и я их закрыла. Все, один носок готов. Буду вязать второй носок. Вот такие итоги у меня девяти часов. Ну, в общем, в общем, я итогами довольна. В общем, у меня готовы носок, следок, еще один носочек-следочек, носок вот этот, носочек-следочек, ну и, в общем, неплохие продвижения по носкам зеленым, по носкам фамили лук. И начала вязать вот еще второй носочек-резиночку. Так что девятью часами я довольна. На этом все. Я оставлю ссылочки на всех девочек под видео, да, под видео, поэтому проходите, смотрите. Если, пишите комментарии, подписывайтесь на нас. И мы вас приглашаем тоже с нами поиграть в игру. Вообще, если вы не играли ни разу в эту игру, обязательно поиграйте. Очень хорошее продвижение вот в игре получаются. Ну, а я сейчас пойду смотреть девочек. Ой, да, я извиняюсь, я забыла сказать по спицам. Я вязала спицами три, да, тремя спицами носочными, но почему-то мне стало вязать некомфортно ими. Я не могу сказать, что мне всегда было ими комфортно вязать. Я обычно вязала спицами теми, потом переходила опять на круговые спицы. Вот такими спицами мне значительно удобнее вязать, чем этими четырьмя спицами, тремя спицами. Вот намного удобнее носки вязать все-таки круговыми спицами. И очень люблю мэйджи-клуб, но здесь, естественно, мэйджи-клуб нельзя вязать, потому что здесь четыре нитки, они между собой путаются. Хотя мне девочки советовали, чтобы не путались, раскручивать их в обратном направлении. То есть, когда мы вяжем, закручиваем сюда, поворачиваем, а когда надо раскрутить, поворачивать назад. Но так не получается, потому что четыре нитки, они между собой переплетаются. Здесь совершенно по-другому все ложится. Но, тем не менее, вот это вот единственное неудобство. И время немножко затягивается на то, чтобы распутать нитки. Причем распутывать надо, ну, наверное, через рапорт я распутываю. То есть рапорт вяжу, второй рапорт провяжу, а потом начинаю их распутывать, разматывать, на это время уходит. Но, тем не менее, то, что получается, мне очень нравится. Вот, все вроде сказала, ничего не забыла на сей раз. Ссылочки на всех девочек оставлю, проходите, смотрите. Пишите комментарии. Всем, кто пришел на канал, все, кто посмотрел видео, всем-всем-всем желаю успешных продвижений, интересных работ и хорошей погоды, замечательного выходного дня. Ну, и мы с вами встретимся очень-очень скоро. Поэтому приходите на канал, смотрите, подписывайтесь. А если вы подпишетесь, то не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать, когда выйдет новое видео. На этом все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok